Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнуржаке. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В Караганде продолжается судебный процесс в отношении квартиранта, которого обвиняют в жестоком убийстве и расчленении хозяйки жилья. На сегодняшний день проблема многих водителей – перекрытые дороги. Заказчики ТО «Теплотранзит Караганда» и ответственные ТО «НС-Система» совместно с журналистами проверили, как идет ремонт тепловых сетей по городу. В Караганде продолжается судебный процесс в отношении квартиранта, которого обвиняют в жестоком убийстве и расчленении хозяйки жилья. Подсудимый Ержан Траев в преступлении не признается, хотя ранее давал иные показания. Родственники погибших хотят справедливого наказания. Вот уже вторую неделю идет судебный процесс в отношении Ержана Траева, которого обвиняют в жестоком убийстве с расчленением 26-летней Аяулы Сулейменовой. Подозреваемый свою вину не признает, да и адвокат парня уверяет, что на его подзащитного оказывалось давление. Однако на первом допросе Ержан давал признательные показания. У него произошел конфликт с потерпевшей. В ходе конфликта из-за денег, получается, как он недословно говорил, что она у него забрала в постоверение, он снова выхватил у него в постоверение и стал уходить. В это время Сулейменова потянула за кофту, и он оттолкнул, и она выгорела с другой стеной. Аяулы Сулейменова, проживавшая на юго-востоке Караганды, пропала 6 мая. Через три дня ее расчлененное тело нашли в чемодане в одном из колодцев, близлежащего с ее домом микрорайона. Остальные части тела – руки, ноги – обнаружили в разных местах. Ержана Траева, студента, снимавшего у нее комнату, сначала допрашивали как свидетеля. В ходе следственных мероприятий его постановили подозреваемым в убийстве. В ходе следственных мероприятий Траев признался, что поссорился с Аяулой из-за того, что она требовала квартплату за полный месяц, который он у нее жить не собирался. По этой причине возник конфликт, в ходе которого он нанес погибшей несколько ударов кулаком по лицу и побои точильным камнем. Девушка скончалась на месте. Затем парень решил расчленить ее. Таким образом, правед совершил уголовное правом внушение, предусмотренное статью 99, часть 1, уголовного кодекса, то есть противоправного мышления на втечении смерти другому человеку. Статья 188, часть 1, уголовного кодекса, то есть тайное течение чужого имущества. В суде при допросе подсудимый поменял свои показания, объявив, что ранее просто оговорил себя. Его новая версия состояла в том, что девушку убил неизвестный мужчина европейской национальности, которому Сулейменова давала деньги под проценты. Кражу золотой цепочки с шеей погибший парень также отрицал. Признался лишь в том, что скрыл следы преступления из-за боязни привлечения его как подозреваемого, но близкие Айолы в это не верят. Убил ее и зверски расчленил. Как так можно? Это издевательство над нашей девочкой. Неужели у него нет ничего святого? Мы, родственники, хотим, чтобы ему дали справедливое наказание. У зверски убитой Айолы Сулейменовой 9 мая должна была состояться помолвка. Сейчас по ней скорбят родственники и семья жениха. У погибшей остались две сестры и убитые горем родители. Процесс по данному уголовному делу продолжается. В Караганде по вине водителя свадебного кортеджа скончался жених. Его невеста и еще один пассажир получили травмы. Дорожно-транспортное происшествие произошло на автомобильной трассе Караганда-Балхаш. 25-летний водитель свадебного кортеджа автомобиля БМВ не справился с управлением. 120 км в час. Такая скорость стала для новобрачной Читы трагической. Водителя смертельного ДТП приговорили к двум годам условного срока. Решение вынесли с учетом того, что подсудимый будет помогать семье погибшего. К другим новостям. В Караганде огромный потенциал твердых полезных ископаемых. Это более 60 свободных месторождений. В эти места нужно привлечь инвесторов и дать возможность людям получить стабильную работу. Такое поручение дал глава региона Нурмухамбет Абдебеков на аппаратном совещании по вопросам недропользования. Карагандинская область имеет большой потенциал в части промышленности. На сегодняшний день уже реализовано несколько проектов карты индустриализации. Это производство по добыче и переработке угля на месторождении Жалын в Жанаркинском районе, добыча и переработка железной руды в Шетском районе и реконструкция и расширение горно-металлургического предприятия «Пустынная». Под золотоизвлекательную фабрику в Ахтугайском районе. В настоящее время также был проведен анализ по исполнению лицензионных контрактов за первое полгодие 2015 года. В части исполнения финансовых обязательств. Процесс соотношений данная информация представлена также на слайде втором. Эта информация является промежуточной и по итогам года будет проведен анализ и реализован умея по расторжению контрактов с недобросовестными недропользователями. Сейчас в области действуют 64 контракта по общераспространенным полезным ископаемым. 10 апреля текущего года был проведен соответствующий конкурс. Сумма поступления в бюджет от победителей конкурса с оплатой подписанного от бонуса составит 7,5 миллионов тенге, а также предприятия будут перечислять государству ежегодные социальные отчисления в таком же размере. Также в регионе проводится работа в части расширения минерально-сырьевой базы. На сегодняшний день по этому направлению проводятся обширные геолого-разведочные работы. Планируется проведение таких работ на участке Балхаш-Саршаган. В связи с этим Аким области Нурмухамбет Абдебеков дал ряд поручений. Центр Казнедра по согласованию оказать содействие Акиматам городов и районов по вопросам имеющихся свободных месторождений полезных ископаемых данного региона. То есть обмен информацией в установленном порядке для того, чтобы и Акимы наших регионов в этом процессе себя нашли и тоже инициативно выступали. По словам главы региона Нурмухамбета Абдебекова, особенно важно сейчас привлечение отечественных и зарубежных инвесторов на имеющиеся свободные месторождения полезных ископаемых. Аймам Ринарман Нартаев, Первый Карагандинский. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. На сегодняшний день проблема многих водителей – перекрытые дороги. Заказчики ТО «Теплотранзит Караганда» и ответственные ТО «НС-система» совместно с журналистами проверили, как идет ремонт тепловых сетей по городу. Когда завершатся ремонтные работы, узнавал наш корреспондент. Казахстанский Центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства провели пресс-туры по объектам теплоснабжения. Реконструкция производится в рамках государственной программы «Нурлыжол». Одно из направлений данной программы предусматривает модернизацию коммунальной инфраструктуры путем бюджетного кредитования и субсидирования. Цель нашего визита такова, что мы должны посмотреть, на каком этапе сегодня находятся работы в рамках проектов по программе «Нурлыжол». Потому что значимость этих проектов для населения Караганды очень внушительная. Потому что после реализации данных проектов будет улучшено качество теплоснабжения, будут снижены как тепловые потери, так и потери подпиточной воды. Также реализация проектов позволит подключить дополнительных потребителей города Караганды к системам теплоснабжения. На реконструкцию тепловых сетей из государственного бюджета было выделено более 2 миллиардов тенге. Всего в текущем году программой «Нурлыжол» на весь Казахстан предусмотрено 60 миллиардов тенге. В 2016 году планируется реализовать 90 миллиардов тенге, а в дальнейшем ежегодно не менее 100 миллиардов тенге. Результатом реконструкции тепловых сетей на четырех участках будет снижение тепловых потерь, что существенно улучшит теплоснабжение порядка на 150 тысяч гигакалорий. У нас будет снижение тепловых потерь. Реализация проекта по реконструкции тепловых сетей позволит жителям улиц, где проводились ремонтные работы, обеспечить качественной тепловой энергией и бесперебойным горячим водоснабжением. По предварительным подсчетам в год экономия составит 84 миллиона тенге. Срок эксплуатации труб не менее 50 лет. Здесь у нас идет реконструкция основной магистрали М1, которая питает город, центр города. Это 385 жилых домов, которые охватывают основную магистраль М1 и ее ответвление. Улучшение качества теплоснабжения и уменьшение потерь порядка на 150 тысяч гигакалорий в год будет по нашим подсчетам. Прежние тепловые сети были введены в эксплуатацию в 1963 году. Полной реконструкции с того момента не было. Ремонт проводили только на аварийных участках. Благодаря программе Нурлыжол была проведена первая полная реконструкция тепловых сетей с момента ее установки. В 2016 году планируется замена сетей с большим износом в Майкудуке, на юго-востоке и других районах города. Уже труба идет с изоляцией. Во-первых, она не подвержена наружной коррозии. В эксплуатации очень проста. И есть система обнаружения непосредственно неисправности на месте. На любом участке трубы мы можем определить с помощью прибора место неисправности утечек. Работы по реконструкции и модернизации труб будут закончены до 1 октября. 15 октября начнется запуск теплосетей. До 30 октября подрядчики закончат работы по благоустройству территории. Лариса Хусейнова, Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Количество паломников, желающих совершить хадж, в области сократилось. В этом году их чуть больше 80 человек. Представители духовенства говорят, что это связано с непростой экономической ситуацией в стране. Но, несмотря на имеющиеся трудности, в областной мечети для них был организован семинар, на котором побывала и наша съемочная группа. Хадж – паломничество мусульман, связанное с посещением города Мекка, мечети Аль-Харам и её окрестностей. Хадж является одним из пяти заповедей ислама. В этом году от нашей области в этот путь хотят отправиться более 80 человек. По словам главного имама центральной областной мечети, у Мирзаха Беккожа это немного меньше, чем в предыдущие годы. В связи с девальвацией и экономическими трудностями, в наших рядах в этом году чуть меньше паломников. Но я рад приветствовать тех, кто всё-таки решился. В исламе говорится, кто осмелится и совершит поход, тому снизойдёт и воздастся. Сейчас подготовка к паломничеству идёт полным ходом. Для разъяснения нюансов и тонкостей хаджа людям организовали семинар. Им рассказали о благословении хаджа и предстоящем празднике Курбанайт. Наша цель – рассказать людям о хадже и подготовить их к пути. Также сегодня мы обсудили проблему, связанную с поездкой. В этом году из Казахстана в Мекку должны отправиться около 4,5 тысяч паломников. Но, как показывает практика, зачастую эта цифра уменьшается. Причина – реконструкция мечети Аль-Харам, которая длится вот уже 4 года. И непростая экономическая ситуация в Казахстане. Ещё одно новшество в совершении хаджа – запрет женщинам до 45 лет уезжать на паломничество без мужей. По словам имамов, некоторые дамы под видом совершения священного обряда просто-напросто ищут себе супругов и нередко остаются жить за границей. Паломники нашей области отправятся в путь 10 сентября. Вылет в Мекку произойдёт из Алматинского аэропорта. Аймамлина Исламбегус Пан Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В нашем регионе за последние годы зарегистрировано свыше 300 религиозных объединений. Все они должны осуществлять свою деятельность только в рамках Конституции нашей страны. Так гласит закон о религии, который был изменён в 2011 году. В нём прописаны чёткие правила поведения этих организаций и способы их противодействия экстремизму и терроризму. На сегодняшний день в нашем регионе создан Совет по работе с религиозными организациями. Также для разъяснения религиозных аспектов работают более 40 агитационных групп. В их составе учёные, теологи, религиоведы. По словам специалистов, религиозная грамотность населения – забота не только государства, но и всего общества. Для регулирования религиозных течений и тенденций в регионе работает управление по делам религии. По их данным, в шахтёрской столице зарегистрировано более 50 представителей иностранного духовенства. В компетенцию нашего управления входит реализация вопросов информационно-профилактической работы, повышение религиозной грамотности, профилактика религиозного экстремизма, также регулирование вопросов, происходящих в религиозной сфере. Продолжаем выпуск. Специалисты областного центра СПИД провели экспресс-тестирование среди населения. Субботний фестиваль здоровья для горожан стал полезным днём. Жители смогли не только поправить своё здоровье занятием спорта, но и проверить его. Кроме того, что люди измеряли давление, проходили флюорографию, они также смогли узнать свой ВИЧ-статус. Прямо в карете скорой помощи горожане могли пройти экспресс-тестирование и сдать кровь, а через 8 минут узнать свой статус. К сожалению, в Казахстане ситуация по ВИЧ-инфекции оставляет желать лучшего. Всего в Карагандийской области насчитывается более 4 тысяч ВИЧ-инфицированных и более 800 больных с ПИДом. Более 2 тысяч больных выявлено в Тимиртау, более 700 – в Караганде и около 400 – в сельских районах. ВИЧ-инфицированных детей до 14 лет насчитывается около 50. В день фестиваля областной СПИД-центр и Центр здорового образа жизни провели акцию и раздавали информационно-образовательные материалы и средства защиты. Проверить свой ВИЧ-статус решили и молодежь, и взрослое население. Всего прошли экспресс-тестирование более 40 человек. Карагандинцы прошли флюорографию, измерили давление, а также проверили наличие холестерина и сахара в крови. Радует, что многие следят за своим здоровьем. Жители были готовы отстаивать большие очереди ради анализов. В исправительном учреждении для больных туберкулезом АК-159-17 состоялось закрытие летней спартакиады. Осужденных за старания и рвение наградили достойно. Одному отряду достался ЖК-телевизор. Теперь заключенные будут тщательно готовиться к зимним соревнованиям. Соревнования длились в период 16 июня по 28 августа. Заключенные бились за первые места по таким видам спорта, как мини-футбол, волейбол, настольный теннис, шашки, шахматы и дартс. Спартакиады проводятся ежегодно с целью прививания здорового образа жизни осужденным. Это праздник здоровья, спортивного мастерства. Пусть физкультура и спорт станут для них источником постоянной энергии, радости, уверенности в себе и в своих силах. Один из осужденных, 53-летний Александр Мэр, занял первое место по игре в шахматы и мини-футболу. Мужчина еще на свободе был ярым приверженцем спортивного образа жизни. И здесь, в местах не столь отдаленных, Александр не изменяет спорту. Всегда стараюсь участвовать во всех соревнованиях. Почему? Потому что для меня это во-первых здоровье. Несмотря на то, что я приехал в туберкулезную зону, я не ощущаю себя больным. Участники награждались приятными и полезными подарками. Это необходимые в быту вещи. Один отряд показал наилучшие результаты в соревнованиях и за это получил плазменный телевизор. Закрыв летнюю спартакиаду, участники начнут готовиться к зимней. Она включает в себя фигурное катание, конкобежный спорт и лыжи. Амина Смакова, Ужас Габасов, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. 150 тысяч тенге за лучший рисунок на стенах трансформаторных подстанций. Энергосберегающая организация Караганды Жарык подвела итоги юбилейного конкурса граффити «Энергия лета», который в этом году был приурочен к знаменательным датам. В рамках конкурса талантливая молодежь около месяца творила красоту прямо во дворах многоэтажек. Уличные художники уже пятый год подряд пытаются превратить городские мрачные будки в что-то яркое, необычное и даже историческое. Благодаря местным творцам, гостям из Астаны и Павлодара, Караганда становится красивой и яркой. А в этом году про конкурс узнал художник из России и с удовольствием принял в нем участие. Я приехал из города Санкт-Петербурга, узнал я о конкурсе от своего друга. Это моя первая работа и там пейзаж Казахстана в графике сделан, с основными достопримечательностями, со старым казахом. Это мое впечатление о Казахстане, первое, еще не побывавшее здесь, по рассказам моих друзей, которые в Питере. Городские улицы и стены на этот раз приняли окраску истории, так как тематикой этого года стало 70-летие Победы и 20-летие Конституции Ассамблеи Народов Казахстана. Флаги и лица героев Великой Отечественной войны вызывают у любого прохожего чувство патриотизма и гордости. Один из них – Александр Левицкий. В конкурсе «Энергия лета» он участвует пятый год. В прошлом году работа молодого рейтера заняла первое место, а в этом году произведение художника признано самой лучшей из всех. Тематика была военная, но я выбрал, потому что она очень сильно меня зацепила. И опять же, это 70 лет, как бы юбилей крупный, нельзя было на это не заменовать. Когда выдали тему, первая тема, которая меня конкретно зацепила, это военная тема. И первое, что мне в голову пришло, именно ассоциация, это картина «Взятие Рейхстага». Интересно то, что в конкурсе граффити «Энергия лета» нет проигравших. Все его участники получили благодарственные письма от Акима Карагандинской области и подарки от спонсоров по 21 номинации. Три работы были отмечены специальной номинацией «Приз от генерального директора Караганды Жарык», которая приравнивалась к первому месту. Компания Караганды Жарык – единственная в области организация, поддерживающая искусство граффити и дарующая красоту городским форталам с помощью своих союзников. Фариза Албаева, Улжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. Аман Сова, Волгстер. Аман Сова, Волгстер.